В последнее время в комментариях под моими видео и вообще в разговорах с людьми вновь остро встал вопрос о том, как разговаривать с представителями противоположных убеждений. То есть вот сейчас в октябре и перед началом ноября, вот в это время, достаточно драматическое и с политической точки зрения, и с социальной, и с точки зрения благосостояния, люди обсуждают все эти вопросы, обмениваются мнениями и занимают противоположные позиции по вопросам политики, по вопросам, я не знаю, специальной военной операции, по вопросам отношения к абсолютно разным сферам жизни. И в этих разговорах становится понятным, что люди не очень умеют обсуждать эти вопросы. Как общаться с представителями противоположных убеждений, если этот представитель твой родственник, твой сын, твой брат, твой, я не знаю, муж, жена, и такие ситуации тоже есть. Четыре месяца назад я на эту тему читал специальный мастер-класс, который так и называется «Как вести спор, как дискутировать с представителями противоположных убеждений». В телеграм-канале Дмитрий Таран я сделал небольшую анкету, на которой задал простой вопрос. Как вы считаете, сегодня в нынешних реалиях вот этот инструментарий, а там есть скрипты, алгоритмы, как начинать, куда идти, какие применять правила, как с родственниками, например, с которыми непримиримые противоходы, договариваться о том, что вот эти темы мы не обсуждаем, есть ценности другого порядка, которые мы будем обсуждать. Вот этот инструментарий, которого явно не хватает, а его не преподают ни в школе, ни в дома, я хочу снова озвучить в мастер-классе, который будет объявлен в самое ближайшее время. Здесь, на Ютубе, я хочу эту тему тоже подсветить, и набор на этот мастер-класс будет объявлен отдельно в самое ближайшее время. Продолжение следует...